Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Борис Саульович Крестенко, который любезно согласился ответить на некоторые актуальные вопросы на сегодняшний день. Борис Саульович, первый вопрос звучит так. Почему немало христиан не чувствуют ответственности перед Богом за свои действия, за брак, за служение? Люди боятся больше друг друга, чем Бога. Ну, я думаю, что такая проблема была во все времена, и, в общем-то, не только в христианстве. Ну, так устроен человек, что если он следует своим естественным наклонностям, то ему хочется минимума ответственности и максимума прав. Поэтому, ну, человек сам по себе, он старается вот таким образом сократить то, за что он отвечает, и повысить максимально то, что ему должны. Теперь, конечно же, для верующих вот эта естественная черта, она, если так можно выразиться, неестественна, потому что у нас новое естество. Мы приобщились к Божьей природе. Мы приняли того, кто отдал себя за всех нас, и кто до последней капли крови отдал себя как раз за каждого, чтобы каждый уже жил не просто для себя, а для Бога и других. Но мы прекрасно знаем, что в момент рождения свыше процесс освящения нашей души только начинается. И нам все время надо будет противостоять искушениям, поддаться пережиткам, если так можно выразиться, как в советское время говорили, прошлого. Как побеждать? Естественно, побеждать мы можем все это только Духом Святым, только по благодати. Все глубже и глубже, входя в то, что совершил Господь, наполняясь силой и его жертвой смерти за нас и поднимаясь в силе его воскрешения. Ну, как бы, те, кто, возможно, слушают, они подумают, ну, ладно, мы все это знаем общие слова, но именно из таких общих слов и только и могут произойти частные победы. По поводу страха друг перед другом больше, чем перед Богом. Когда вы задали этот вопрос, я как раз вспомнил известную историю, годическую историю про одного из самых знаменитых еврейских мудрецов начала первого тысячелетия от Рождества Мессии. И когда он умирал, пришли к нему ученики и говорят, «Учитель, скажи нам слово напутствие, которому мы могли бы следовать всю жизнь». И он сказал им, «Бойтесь Бога, как вы боитесь людей». Они страшно удивились. Это ученики великого, великого Таная, великого древнего еврейского мудреца. Они страшно удивились, потому что, ну, ожидали от него чего-то гораздо более глубокого и возвышенного. Кроме того, и себя они считали настолько посвятившими жизнь Богу Израиля, что вот этот этап якобы прошли давно. Но он им сказал, «Не удивляйтесь, не смущайтесь. Если вы достигнете хотя бы этого уровня, тогда люди вас не смогут остановить». И я думаю, что это хороший урок для нас. Та планка, которую поставил перед нами Мессия, она очень высокая. Никаким самым великим мудрецом, самым достойным из достойнейших праведников, она не может быть достигнута его собственными усилиями. Но мы все должны отталкиваться от этого минимума. Страх Божий, по крайней мере, не меньше, чем страх перед людьми. И в этом Божьем страхе, который всегда есть, премудрость, основание премудрости, начало премудрости Божьей в нас, дальше мы переходим уже к Божьей любви в такой глубине, что она может победить любые наши страхи. Это процесс, и этот процесс никогда не поздно начать. С другой стороны, если мы думаем, что мы уже его завершили победно, мы в обольщении, он не закончится, пока не закончится наша земная жизнь. Продолжая тему про страх, очень многие верующие, особенно в Израиле, боятся признаться на работе, либо новым своим знакомым, о том, что они верующие вообще, о том, что они знакомы с ИШО. Как преодолеть вот этот страх? Может быть, у вас был какой-то опыт на эту тему, можете дать совет тем, кто нуждается в этом сейчас? Вы знаете, ну это как прямое продолжение первого вопроса получается. Вот. И в то же время, здесь конкретный важнейший пример, потому что мы все призваны быть свидетелями нашего Царя, нашего Господа, нашего Ишо, чье еврейское имя как раз и значит «Спасение Спаситель», «Господь Спаситель». Мы все призваны жить жизнью свидетелей. Но тут возникает пару вопросов. Всегда ли, если мы кому-то не свидетельствуем о нем, это проявление нашего малодушия, нашего страха, боязни за свою репутацию или нежелание встретить сопротивление и даже агрессию, всегда ли? Я уверен, что не всегда. По мере нашего взросления духовного мы учимся различать разные ситуации, разные времена и разных людей, с которыми мы общаемся и понимать, когда, с кем и как говорить. И хочу сказать, что я был в общем-то первые годы моего уверования человеком, которому нелегко было преодолеть себя и говорить с незнакомыми людьми. И из-за этого я периодически попадал под сильное чувство вины и я думал, что это все моя гордость и страх и ложный стыд и прочее. Частично так стопроцентно и было. Но бывали ситуации, где Бог отнюдь не требовал от меня вот такого евангелизма пыра. И вообще он ожидал чего-то другого. однако я как-то вот читая Библию и слыша разные проповеди и учения, я не мог найти библейского основания. Но в очередной раз читая Деяния апостолов я случайно остановился на 18 главе Деяний. И впервые за годы я внимательно прочел первые стихи. С вашего позволения я прочту их сейчас. Конечно, пожалуйста. После всего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашел некоторого иудея имени Макилу, родом из Понта, недавно пришедшего из Италии и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал. И ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. И вот, когда я предыдущие разы невнимательно читал эту главу Деяний, она, знаете, из таких глав, на которые обычно не делают акценты, ни в учениях, ни в проповедях. И поэтому мы, когда читаем целую книгу, Библии, мы часто проскальзываем в важные детали, мимо важные детали. А тут, короче, как я воспринимал четвертый стих? Ну, что вот он попал туда, в Карин, в каждую субботу, каждый шаббат, он проповедовал Иешуа в синагоге. Так? Так. Но тут впервые я прочел внимательно пятый стих. А когда пришли из Македонии силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иешуа есть Мессия. Вау! То есть, оказывается, все время до этого Он проповедовал, Он учил, но Дух Святой не ввел Его в о том, чтобы именно провозглашать мессианство Иешуа. И только когда пришли, присоединились к нему Сила и Тимофей, и когда эта боевая сплоченная команда уже была представлена там, только тогда Руаха Кодыш стал понуждать и побуждать Рауа Шауля апостола Павла прямо свидетельствовать Иешуа. И для меня это оказалось очень важным примером. Если такой невероятно смелый свидетель, если такой невероятно смелый проповедник Спасителя Господа Иешуа Мессии как Равшио апостол Павел мог немалое время прийти в новый город, такой важный, как Коринф, целых два послания Коринфянам в Новом Завете и будучи приглашенным в Синагоге говорить шаббат за шаббатом говорил по Торе, говорил через пророков, через Китовим и тем не менее ни разу не провозгласил Иешуа Мессия и только позже когда изменились вот эти обстоятельства Дух Святой повел его в этом значит это точно не был его страх перед людьми это точно не было какое-то плоское смущение это точно не был ложный стыд а это было развлечение от Бога и верность тому водительству Святым Духом которому апостол Павел всегда старался быть верен ну это мне помогло очень сильно я понял что мы действительно должны учиться понимать в какой ситуации как себя вести и как сказал один великий евангелист современности проповедуйте слово Божье проповедуйте нашего спасителя всей своей жизнью и если нужно подкрепляйте словами вы знаете водительство Духом Святым это гораздо более разнообразное и увлекательное дело чем нам иногда кажется Бог действует менее однообразно и примитивно чем мы о нем иногда думаем выхватив какие-то примеры из Писания слушая определенных проповедников которые ведут вот в определенном узком русле и забывая о том что Бог не исчерпаем и почти так же разнообразны те пути которыми Он ведет нас дай Бог всем нам учиться и по мере возрастания в духе и в зрелости все лучше различать как и когда нам представлять собою того кто царь спаситель кто Господь и Владыка нашей жизни и и и и и и и и и